А перед просмотром я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые оформили спонсорскую подписку на моём канале, а также всем тем, кто ставит лайки, пишет комментарии и делает репосты моих роликов. Огромное вам всем спасибо! Только благодаря вам мой канал развивается и продолжает расти. Ну а теперь продолжаем. Последний человек, глава 83, 84 и 85. Приятного просмотра! Ты должна быть голодна. Вот, перекуси. У тебя организм всё ещё растёт. Так что ешь больше. Не хочу есть. Знаю, ты беспокоишься за свою сестру. Но не нужно бояться, мы спасём её. Где старший братик? Где он? Сначала поешь. Я отведу тебя к нему, когда ты всё съешь. Ммм, вкусняшка. Не для меня ли это еда? Не хочу. Хочу увидеть старшего братика. Что здесь происходит? Старший братик. Старший братик, ты наконец-то пришёл. Сяо Сюэ, почему ты не послушала меня и не пошла искать Гао Фэя? Сестра сказала, что раз у тебя уже есть человек, которого ты любишь, то не хотела доставлять тебе дополнительных проблем. А потом, когда были в круглосуточном магазинчике, мы наткнулись на тех плохих дядек. Ясно. Ты веришь старшему братику? Да. Тогда будь послушной девочкой и поешь. Старший братик спасёт твою сестру. Угу. Малая Ло, пусть кто-нибудь другой присмотрит за Сяо Сюэ. Ты идёшь со мной спасать людей. Хорошо. Но дай мне сначала убедиться, что она всё съест. Ладно, жду тебя в машине. Хорошо. Ты ведь это специально, да? Строишь из себя бедняжку, чтобы братик спас твою сестру. Нет. Хорошо, хорошо. Я не расскажу братику Тянченю. Да не бойся ты. Спасём мы твою сестрёнку. Кто бы мог подумать, что Тянчень такой мягкосердечный. Старший братик ведь пошёл в школу спасать тебя? Э? Ты та женщина, что заполнила сердце братика. А ты ревнуешь? Нет. Хе, теперь мне ясно. Ты ведь любишь старшего братика? Нет. Нет, ты ошибаешься. Женщина, которую так рьяно разыскивает братик, не я. Он всё ещё ищет её. Не бойся, мы найдём и вернём твою сестру. Эй, что? Спасибо. Хе, ты малявка. Как там Сяо Сюэ? Пока хорошо. Она здорова и ест нормально. Ясно. Эта ситуация кардинально отличается от ситуации с Толстяком Вэйм. Эти ребята куда сильнее и опытнее. Как думаешь, мы справимся? Если бы нашей целью было только спасти людей, это было бы не так уж сложно. Но чтобы убить Лунтина, нам нужно больше людей. Тогда что будем делать? Ждать. Ждать? Но почему они здесь? Разве это не машина лидера Линя? Лидер Линь умный парень. Он знает, что делает. Что он делает? Вот и он. Похоже, братец Зо уже знал, что мы приедем. Лидер Линь умён. Он не упустит такой великолепный шанс. Братец Зо очень помог нам, но нам особо нечем отблагодарить вас. Кроме этого. Отличная снайперка. Конечно, для неё вам понадобится подходящий снайпер. Божечки. Хэ, новая пушка. Я тоже хочу посмотреть. Спасибо. Мы ведь ещё не отблагодарили братца Зо. Да, ты спас мою жизнь. Ты мой спаситель. Это Али. Думаю, вы уже знакомы с ним. Он наш лучший стрелок. Ну, приветик. А это Юнь, самый талантливый человек в нашей команде. Я уже пыталась пробраться на базу Лунтина. Могу быть полезной вам в данной ситуации. Мы не можем предоставить больше людей, так что... Лидер Линь хочет, чтобы мы спасли побольше людей. Да. Фэй, верни оружие Лидеру Линю. Мы уходим. Фэй, верни пушку Лидеру Линю. Мы уходим. Эээ... Чё? Эээ... Что? Эээ... Эээ... Держи. Братец Зо, что происходит? Если дело в спасении людей, то нас троих более чем достаточно. Я ненавижу оставаться в долгу. Мне не нужна ваша помощь. Братец Зо, ты ошибаешься. Я всего лишь хочу помочь. Моя снайперка. Пожалуйста, не пойми неправильно. Мы ни в коем случае не подразумевали ничего такого. Я уже сказал вам доступным языком. Нам не нужна ваша помощь. Нас троих достаточно. Что ты хочешь сказать этим, братец Зо? Моя пушка. Если лидер Линь мне доверяет, вы сейчас же вернетесь на базу. Мы избавимся от них. Раз и навсегда. Гидроэлектростанция. Что за чушь? Разве мы не были полностью готовы уничтожить Линьшена? Да, и тем более Вейдун предал их. Как мы вообще умудрились провалиться? Что-то пошло не так. Ведь Лун сам отдал приказ отступать. Толстяк номер три. Старик номер два. Мужик номер один. Если не можешь справиться со своими обязанностями, отдай позицию второго. Я тебе гарантирую, мы справимся куда лучше вас. Следи за своей территорией. Поверь, тебе не нужно лезть в мои дела. Просто согласись, что ты просрался. Не нужно отмазываться. Не будь слабаком. Сам ты слабак, да я тебе одной левой. Ну давай, держу в курсе. Я не боюсь тебя. Заткнитесь все и сядьте. Братец Лун. Вы что, оглохли? Я сказал вам сесть. В этот раз у нас ушло много боеприпасов и погибло 30 хороших бойцов. Поэтому я убил Вейдуна. Есть возражения? Нет. Ни в коем случае. Какие вообще могут быть возражения? Отлично. Тогда вы отстранены. Старик, остаешься. Есть. Черт, такая большая потеря. Зачем Лун Тин притащил нас сюда? Тсс, это место под наблюдением и прослушкой. Умереть хочешь? Брат Лун, так не пойдет. Боюсь, это им не понравится. Мужик умный парень. Он не сделает ничего безрассудного. Что касается толстяка, ты знаешь, что делать. Понял. Исполню это сейчас же. Не спеши. Мне еще надо кое-что сказать тебе. Группа леншения будет сегодня вечером. А также тот парень, который хорошо дерется. Так быстро? Мы еще не подготовили нашу защиту. Не надо паники. У меня есть план. Вам просто надо следовать моим инструкциям. Есть. Отлично. Брат Лун, эта девушка скоро придет в себя. Отлично. Давайте начнем. Хорошо. Где... Где я? Отпустите! Спасите! Ты наконец-то проснулась? Тогда начнем. Кто? Ай! Ауч! Что... Что происходит? Учитель Ло. Вы помните меня? Это ты? Чего ты хочешь? Ты мне неинтересна. Интересно. Но похоже, тот парень о тебе заботится. Ты имеешь в виду Зо Тинченя? Так вот какое у него имя. Вы хорошо знакомы с ним? У меня нет необходимости отвечать на твой вопрос. Я думаю, что спасение одной жизни за ответ на один вопрос должно стоить того. Нет? А? Что ты творишь? Иди ко мне, если хочешь. Не впутывай в это невинных. Учитель Ло. Я не только привлекаю невинных. Я даже использую их, чтобы угрожать тебе. Что ты хочешь? Я люблю смотреть на выражения лиц тех так называемых хороших людей, когда им угрожают. Я не могу понять, о чем думают эти идиоты, жертвуя собой ради других. Но все в порядке. Мне нравится это, и у меня есть слабые места этих идиотов. Чего ты хочешь? В комнате есть три ведра кислоты. Осчастлив меня. Или я нажму на кнопку. Ты сумасшедший. Спасибо за комплимент. Ну, теперь ты можешь ответить на мой вопрос. Что ты хочешь знать? Все просто. Тебе нужно только ответить. Как Зо Тян Чейн получил свою суперсилу? Су... Суперсилу? Суперсила? Что за суперсила? Зо Тян Чейн смог зачистить целую группу с двумя своими напарниками. Хочешь сказать... На такое способны обычные люди? А ну пшел, сопляк! Но они совершенно обычные люди. Насколько я знаю, человек попросту не может обладать такой безумной силой. Даже люди в спецотрядах. Ты хочешь получить суперсилу Зо Тян Чейн? В яблочко. Но я ничего не знаю про эти суперсилы. И Зо Тян Чейн не попадется на твои жалкие уловки. У каждого человека есть своя слабость. И ты прекрасное тому доказательство. Раз Зо Тян Чейн ринулся спасать тебя, несмотря на риск словить пулю в лоб, то он снова придет за тобой. Подлый ублюдок. Но видимо ты и правда ничего не знаешь про его силу. Тогда давай сыграем в кое-что другое. Если ты сможешь выбраться из этого лабиринта, тебя будет ждать хорошее вознаграждение. Однако и наказание за провал тоже будет серьезным. Что? Эх, прости, но ответ неверный. Поэтому... Нет. Вот черт! Нет, стой! Ну как, разве это не весело? У тебя в комнате есть нож. Можешь использовать его, чтобы освободить себя. Ну же, начинай скорее. Если мне что-то не понравится, я покажу тебе еще больше таких классных сцен. Давай же, не расстраивай меня. Хорошо. Я сделаю, как ты сказал. У этой ГЭС есть два выхода. Оба находятся у подножья горы. Ясно. И оба довольно хорошо охраняются. Мы бы не выжили, если бы поехали на пролом. Мы можем попасть туда с воздуха. Сейчас темно, так что они нас не увидят. Хорошая идея. Что случится, если они откроют ворота водохранилища? Откроют ворота водохранилища? Всю округу попросту затопит. Не думаю, что Лон Тин пойдет на что-то столь сумасшедшее. Почему нет? Если ему что-то в голову стрельнет, он на все пойдет, чтобы сделать это. Братец Зо прав. Мы опасались, что он откроет ворота, из-за чего не атаковали его. Иначе у них бы и шанса не было устроить весь этот переполох. Вы можете говорить тише? Я чуть не оглохла. Ты можешь просто понизить громкость. Там есть красная дверь. Внутри находится диспетчерская. Я наткнулась на нее случайно несколько лет назад. Фэй, оставайся снаружи. Если кто-нибудь выйдет оттуда, стреляй на поражение. Как скажешь. Лидер Линь, Али, создайте шум. Чтобы они отвлеклись на вас, и мы могли спокойно пробраться внутрь. Без проблем. В создании шума равных мне нет. Думаю, дальше нас направлять будешь ты. Хорошо. Помните, наша основная цель – защитить заложников. Но до тех пор мы можем только помочь врагам потратить побольше патронов. Поехали. Братец Лун, команда Дозора обнаружила машину Линшена. А они довольно быстро. У нас все готово. Все в полной готовности. Уверяю вас, все пройдет четко по плану. Тогда давайте начнем. Наконец-то, хоть что-то интересненькое. Окей. На нас напали. Макака говорит. Они здесь. Отступайте. Приведите их в лес. Так точно. Добро пожаловать. Да и не стебутся над нами. Похоже, они нас и здесь ждали. Довольно просторно. Зо Тяньчинь, как же я тебя ждал. Раз уж ты здесь, я хочу сыграть с тобой в одну игру. Освободи заложников, или я тебя прикончу. Ты мне угрожаешь? По-моему, ты не до конца понимаешь, в какой ситуации находишься. Ну, давай посмотрим. Озвучил Кокос. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить продолжение. Также не забывай поддерживать мои ролики лайками, комментариями и репостами. Это очень сильно помогает с продвижением каналу и стимулирует меня выпускать главы как можно быстрее. А еще не забывай заглядывать в группу ВКонтакте и на Дискорд-сервер, чтобы пообщаться со мной. Ну или просто предложить что-нибудь на озвучку. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.